Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Думе Книги. И сегодняшний наш обзор я посвятил трем интересным новинкам детективного жанра. Начну я с такой небольшой по формату, но замечательной по содержанию книги известного французского автора Марка Леви, который написал уже за много лет несколько десятков романов своих. Последний роман, который я держу в руках, называется «Ночь», с которой все началось. Девять человек, не знающих друг друга, объединяются в общую группу и преследуют одну важную цель, которую им установил некий заказчик. На пути этих людей попадаются самые разные препятствия, преграды, которые им необходимо преодолеть. То есть это такой вот экшен-роман, который не свойственен самому Леви, мне кажется, он больше сентиментальный автор. Но тем не менее, в этой книге он себя показал как прекрасный детективист современности, с таким французским шармом, потому что все-таки его книги всегда были очень пропитаны французской культурой, французским духом, если можно так сказать. То здесь это тоже имеет место быть. Книга читается невероятно легко, на одном дыхании. Всем рекомендую, как такое замечательное чтение во время отдыха, во время, может быть, куда-то поездок, потому что формат предполагает такое вот мобильное, скажем, его предназначение. Не поймите привратно, никто из группы 9 не стал бы разменивать свои таланты на кражу номеров кредиток или содержимого мессенджеров в преступных целях. Хакеры бывают трех типов. Черные шляпы или черные хакеры охотятся за деньгами. Это злодеи цифрового мира. Белые шляпы или белые хакеры, часто бывшие киберпреступники, решили использовать свои знания для поддержания безопасности в сети. Большинство из них работают на правительственные службы или крупные предприятия. Черные хакеры в конце концов попадаются и самых выдающихся из них вербуют. Лучших из хакеров, будь то черные или белые, образуют особую касту, где идет постоянная война, в которой любые средства хороши. К победе стремятся не только ради большого хуша, чаще ради славы, во имя чести или чтобы потешить самолюбие. Следующий роман тоже французскоязычного автора, правда он швейцарец, если можно так сказать, да, живущий в Швейцарии, но говорящий на французском языке Жоэль Дикер, который написал прекрасную книгу «Загадка номер 622». Все книги Дикера, их сюжеты живут в разных странах, можно так сказать, да, и все события происходят где-то за пределами Швейцарии. Либо это Канада, либо это Великобритания, либо это США, потому что предыдущие книги, которые, ну, этому автору сделали мировое имя, как, например, «Книга Балтиморов» или «Правда о деле» Гарри Квеберта, те произведения, которые, ну, действительно, вот уже стали лидерами в продаж во многих странах мира. Эта книга посвящена все-таки родной стране автора Швейцарии, городу Женеве, где происходят вот эти все загадочные события. А там происходит убийство, там происходит любовный треугольник, завязывается в неком отеле для очень богатой, состоятельной элиты, общества. И, конечно, полно тайны загадок, что делают романы Джоэля Дикера узнаваемыми и любимыми читателями. Читается книга также легко, есть некий вот такой шарм Швейцарии, той природы, о которой мы все знаем, как такую вот альпийскую сказку. Да, рекомендую в качестве такого интеллектуального детективного чтения. Номер 623, оформленный в современном стиле, удачно контрастировавшим с общей атмосферой паласа, превзошел все мои ожидания. Там была гостиная с большим диваном и камином, кабинетом с видом на долину и просторный балкон. Из спальни с огромной кроватью дверь вела в гардеробную, за которой располагалась отделанная мрамором ванная комната с душевой кабиной и гигантской ванной. Обойдя свои владения, я задумался о странной истории с нумерацией комнат, которая не давала мне покоя. «Почему же 621 бис вместо 622?» – спросил я Порте, когда он внес мои вещи. «Вероятно, ошибка», – ответил он лаконично. Трудно сказать, действительно ли он ничего не знал или намеренно умалчивал о чем-то. Во всяком случае, он явно не испытывал особого желания продолжать этот разговор. И завершу уже совершенно не европейским автором наш обзор. Новинка южнокорейского автора – Чон Юджон, «Хороший сын». Автор, которого сравнивают со Стивеном Кингом, но азиатского происхождения. Автор, который написал уже не одну книгу в своей родной Южной Корее, но его первая книга на русском появилась только буквально недавно. И эта книга – некий такой и хоррор, и триллер, и детектив одновременно. Много таинственности, много мистики, что свойственно как раз таким авторитетам такого жанра, как Стивен Кинг, безусловно. Здесь есть такой шарм южнокорейский, юго-восточной Азии происхождения, что делает эту книгу на такой вот необычной. Само оформление тоже предполагает, что книга, конечно, очень таинственна, загадочна и моментами даже страшновата. «Меня разбудил запах крови. Он был очень сильный и походил на звук, который, проходя через резонатор, усиливался и отдавался громким эхом вокруг. Все мое тело, казалось, всасывает его в себя. Перед глазами всплывали странные картины. Мутный и желтоватый свет уличных фонарей, выстроившихся вереницей в тумане. Речная вода, стремительные потоки которой закручивали воронки внизу у обрыва. Валявшийся на мокрой проезжей части алый сонд. Строительный брезент на стройке, развивающийся на ветру. Я был в замешательстве. Это мои следы? Что произошло за дверью? Почему я весь в крови? Со мной случился припадок? Он был такой сильный, что я прокусил себе язык, и поэтому я весь в крови? Если так, то я должен находиться не в своей комнате, а в мире мертвых. Более правдоподобно было бы предположить, что во время припадка кто-то, затаив злую обиду, облил меня ведром свиной крови или пырнул ножом. Однако нигде ничего не болело, значит и это тоже было неправдой. Так, читайте книги, приходите в Московский дом книги, ваш Алексей Смирнов. Мы порекомендуем вам еще очень много интересных новинок. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин